так ну что для вот уже живет еще и петра старт какой-то привет всем кто в записи смотрит лёша халецкий канал лёша играет америка фашечка но я не буду уходить выглядит прям вообще огонек спонсоры предлали предложили за америку свою против меня индонезия кельты австрии китай и ракезы карта пангея низкое море 3 миллиарда лет стратегический баланс в общем то в общем то вот так люди тоже выбирали я просто сказал что забанены судно эти топовые цивилизации типа знаете мацтеки майя вавилон корея вот это вот все чтобы хоть какое-то разнообразие в партиях было так дайте я выпку может как-то уменьшу и подвину о как-то так так ну пойдем постепенно к руинке о на раш петры через библу блин спасибо большое алексей за 10 долларов ладно попробую хотя конечно через артемиду и висячие сады круче на самом деле то есть он имеет ввиду что мы идем в библу а потом блин я уже забыл кстати с библиотеки берется математика или деньги вау я не помню вырубка лесов какая то есть конечно тут кстати петра ну не обязательное место хорошее без петры и тут буквально несколько клеток видите так а что дали культурку ведем вред традицию убрать ацтеки да ну вообще ацтеки конечно дпнс как говорится раш петры берись без без библы но тут получается 10 долларов на 10 долларов то есть раш петры по-любому получается так а вот с библой или без вопрос так вот ацтеки зависит от того на реках они появились или нет если на реках то топовая цивилизация если нет то просто хорошая потому что их здание вот это вот ну и ну или на озерах там либо реки либо озера неважно озера даже еще лучше если взять пантеон на пустыню сам тайл корда будет давать религию будет тут все ресурсы не пропадают если вот и ну там например если взять пантеон ну давай без библы отлично спасибо так сейчас надо от алексея 20 долларов занести в копилочку что-то как-то уже сразу так нормально если мы сегодня 150 наберем я даже постараюсь еще в воскресенье тогда пятую циву постримить если прям так мы начали серьезно америка хороша тем что у них дополнительный обзор и ты просто заранее видишь очень много места видишь сразу 70 зума еще по ходу видите от всех от отделены красивенько так ну амбарным полюбам полюбасу нужно с 2 амбарника дебильная рунка которая варваров показывает но с джунглями джунгли это не так важно джунгли если у ацтеки в джунглях то он может просто пантеон на них взять и это тоже нормально тем более у него у самого движения по джунгле ну не конкретно не у ацтека а у юнита их уникального но я к тому что ацтека все равно не зарашить если он в джунглях а потом он отыграет это все отставание за счет универов плюс он пантеон может взять на джунгли плюс это не всегда прям дохрена джунгли понимаете так ну вроде норм вроде норм на тундровых овечек город прикольно да но конечно места так себе но раз два три 4 4 рыбы до этих и до этих не дотягиваемся это мощно еще одна овечка к тому же вполне выглядит как возможно петру здесь сделать еще культуру дали мы еще и быстро аристократию возьмем просто через библу реально даже может медленнее быть в петру чем вот через артемиду висячие сады и ну и соответственно петру что тут ты туда выходишь за счет роста города и даже если ты петру не успеешь то у тебя уже запас развития зашибись так 3 хода а так 3 хода так то же самое ждут спасибо ребят но я собственно 150 долларов уже заработал за 7 минут стрима в общем то на этом все спасибо что смотрели увидимся воскресенье о так а что с пантеоном а уже взяли блин блин то есть придется еще светилище построить к сожалению но у нас будет чем заняться здесь так наверное еще календарь это вот не не обязательные техи календарь перевернул весна 3 сентября не обязательные техи я просто думаю надо ли мне в календарь эти что они он нам не нужен для того чтобы в петру выйти другое дело то есть это к шесть жителей смогу я явно город еще не на в календарь надо заглянуть все таки тут надо еще посмотреть что но я бы на самом деле где-то тут блин вообще мест для второго вообще вообще мест для городов конечно дофига у меня здесь нормально мне нравится так начнем наверное с обработка лошадей и здесь амбарничек что два амбарника что-то соседи вообще не видать ну кто-то тут должен быть естественно кто-то тут должен быть да я тоже хотя забываю после шестой цивы ну в шестой циве в начале тоже можно ходить по территории ггшек но потом она закрывается конечно ну прямо скажем возможности шестой циве реально больше просто вот ну ну реально интереснее им ху чем пятое но и в пятую приятный в четвертую приятно возвращаться а вот тоже 1 2 3 мне уже так а вот 4 5 6 для меня разные игры в них интересные меня в четвертой только война раздражает все таки вот это один юнит на тайл не то я наверно не буду пока на рост переключать так надо было милана как-то рабочего а вон еще ггшка так надо сходить наверно буду уже возвращаться тут дуболомом чтобы защищать юниты явно тут сейчас появится лагерь варваров нет я не забываю что можно вырубать за границы города просто она меньше дает блин вон еще ггшка но меньше дает производства если за границей города я поэтому стараюсь не вырубать за границей а кур кстати кто то уже встретил значит там уже где-то бегает чувачок или чувичка мы не знаем тем более у нас например австрия в игре то есть мария терезия где-то либо у дико да или как там у диньтао кто-то забыл китая кстати лидера у дитянь при реально кто там у китая чай на чай на чай на блин не знаю как короче по-русски у дитянь наверное да так я бы тут стоял скаутом ждал появления рабочего в милане он явно будет 1 1 этих овец первым делом обрабатывать блин тут крабы может как-то наоборот в эту сторону город ставить ну просто нам же крабы надо мы иначе крабы не обработали понимаешь у нас не будет рыбацких лодок на этих рыбах но нам и маяка будет достаточно а так мы тут видите тут закрытое море если мы в ту сторону ну и тем более это будет защищенный город считайте на никто не нападет так теперь светилища тут переключаемся на рост четыре хода два хода светилища зашибись и поехал вот теперь поехали прям весят а подожди на майнинг еще наверно блин ну блин на майнинг конечно еще нужен нам вы одну на вырубку лесов иначе мы не ускорим никак пока сюда встану чтобы лечиться быстрее ну территория понятно где-то здесь город видела все таки я сюда буду ставить чтобы до крабов добраться получится два оленя две овцы да да мрамор в четвертом радиусе но дотянем тут 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 еще мрамор есть я вообще не умею что буду второй именно городся наверно третий второй надо где-то здесь ставить где-то тут на реке судя по всему не милан говно ты чё это вообще такой город захватывать так давайте посмотрим что там надо сейчас до 4 да не милан не нет смысла его захватывать вообще нам лучше свои города ставить эти у нас тут место но тут может быть еще кто-то будет к не сейчас вылечится скаут я пойду эту территорию исследовать так давайте глянем как у нас демографии нифигасе ну то есть все говорит о том что надо строить чудеса такси не скажу что мы прям фонтан место прям то есть у них там похуже получается блин вот некуда рабочим на самом деле идти где мы эту сначала будем убивать и вот не могу никуда рабочим отойти пошли что здесь захватит что здесь захватит на давайте пойду сюда он захватит я его отобью сто процентов так а блин я не решил какой пантеон хочу но наверно на вино надо и благовония видимо что-то я вообще даже про пантеон не подумал нифига ой блин где он ну не при не прям супер на пустыню маловато клеток так как раз после рабочего артемиду будем делать это комбо такая в 5 циве храм артемиды висячие сады семирамиды и петра комбо тут на самом деле артемида висячие сады потому что они друг друга усиливают а петра просто потому что она еще по пути во всех этих технологиях блин сломает лошадей сволочь и вылечиться еще к тому же о так хочу мы тут спим как раз это вы и ждали так а ну и давайте пообещаем защиту эфи пообещаем защиту как ни странно что ур что и фиг нет и все-таки не был кем-то ну хорошо ур кем-то встречи но возить внимание что мы еще до сих пор никого из соперников не нашли эти такое кощей как будто играют шестерку и все боятся друг друга встретить чтобы выйти в темный век блек эти не увидела ханой ханой кто-то встретил не походу кстати мог никто не встретить не на пустыне ну смотрите у нас две клетки буквально а это вот это не скоро добавится это будет добавляться когда мы петру построим эти клетки сейчас не будут до добавляться там скорее вот этот как ее озеро добавится тут может вдоль реки а вино еще и культуру дает блин адам все таки монархию маловато у нас счастье блин или надо было аристократию брать я сейчас обработаю вино блин надо было аристократию на центр влиять только две клетки у нас было бы вот клетка и вот клетка то есть две клетки ну то есть мы две две веры получаем точно то же самое свина две веры но при этом еще и две культуры кроме того если мы примем религию мы еще будем этот монастырь явно брать который еще сюда добавляет клетки эти выхлоп плюс у нас вот еще вот вино вот вина я точно думаю где-то здесь или здесь второй город ставить либо на этой клетке либо на и скорее всего на этой так что я считаю что это лучше пантеон чем пусто если бы тут дальше еще было много пустыни а так маловато выхлоп обычно пантеон на пустыню берут если клетки вот реально типа поймы да где будут все равно фермы где которые хоть какую-то еду дают что-то у нас рабочих до хрена я вот так думаю три рабочих уже многовато а мы поставим мы после артемиды я уверен успеем поселенцы сделать до висячки сингл парк юнит айкью 200 каучи короче там кого-то варвар один одиночный напрягает так что взяли культура и вера от золота и серебра плюс 4 чинут у кого-то явно чудо вера будет но это тоже кати не факт что вообще мы сможем религию принять в принципе так 6 ходов 4 нормально стоим что по производству ну кто-то меня опередил но это скорее всего нет кстати никто город не поставил вау так реально эти все играют в один город все прикол так что блин надо было аристократию брать ну имею ввиду вот этот плюс 15 процентов к строительству чудес да блин придется отойти не знаю есть смысл сюда ходить будет прикол ну я сомневаюсь потому что никто не взял пантеон на петру я конечно это не обязательно как как и в моем случае да но кто никто не взял пантеон на пустыню но кто-нибудь должен был взять меня больше прикол шум никого не встретили до сих пор то есть народ как будто скаутов не строил так я хост на всякий случай то есть у меня как минимум плюс один ход если что да наверное реально вырублену куплю какую-то клетку из этих сейчас пойду леса рубить на посела так но если следующим ходом никто не построит артемиду то она наша она наша она наша постою тут полечусь под защитой ханое ну тут точно кто-то есть ну что ур я не первым встретил но почему человек дальше не ходил ничего исследовала что никто не пришел нас находить это удивительно так ну часто я хоть первый по нет блин кто-то первый по производству ладно может быть человек на включился на эти а поселенцы да тут еще америке дешевле клетки выкупаются вообще огонек всегда приятно так артемида наши у нас три хода на поселенцы я думаю как раз три хода должен он и строится это будет 4 видите 4 а так как мы вырубим лес то это будет 3 смотрим нет все еще чина как-то попереключать пирамиды кто-то построил окей значит кто-то в волю так о 3 отлично ровненько под и 5 ходов ой как раз аристократию примем на висячие сын так в античность никто не выходил еще правильно не но артемиду обычно не рашит вот висячки рашит это да да старт ну и я не скажу что так себе я бы сказал что он хороший он не супер но это хороший старт что бывает и намного хуже просто хороший старт с которым можно что-то сделать не открыл я еще охоту поэтому не могу десять ходов у меня у меня нету юнитов не знаю может он имеет ввиду кроме скаута судя по тому что у кого-то 22 еды стало это кто-то поставил второй город мне кажется рядом с озером виктории я так предполагаю так нету смысла брать сурвайвализм потому что он работает за границей возьму на глазик и буду тут стоять в защите вообще может мне сюда дуболом еще перехаблен сейчас поведу его все равно под защитой поселенца так надо решить сюда или сюда ой то есть извините сюда или сюда или кстати сюда или сюда вот еще вариант ну наверно сюда чтобы дотянуться до мрамора этого третьим радиусом нормально здесь будет четыре выгона еще два ну да два вина получается да зачем коляску покупать мне кажется мне хватает юнитов хотя думаю сейчас сюда но если сюда пойдет блин может реально коляску купить так тут пока отойти надо поселенцами вообще туда предлагают ввести а может реально туда ввести не ну мне тут тоже нравится не знаю тут тут вот радаринг если кто не в курсе это называется радаринг если вы гражданским юнитом тут какой-то юнит скорее всего варвар стоит зря ух зря уходил отсюда рабочим а наверно коляску все таки надо купить второй город слева от вина чтобы зацепить ну не знаю мне как то тут больше нравится так подождите сейчас я так буду раздумывать и похерю себе рабочих этим рабочих вместе пойдем с городом выйду чтобы он не разграбил мне тут ничего так аристократия так аристократия вот это надо переключить а не ускоряет ладно тогда пока ждем ну смотрите вы предлагаете слева от вина типа чтобы больше захватить картинок но без ресурсов счастья вообще типа мрамор мрамор потом и как говорите третий город но я не хочу третий город а третий город где то вот сюда например хочу или вот сюда поставить то есть он тоже не захватывает мрамор ради чего мы сюда ставим то есть у нас вариант либо сюда либо сюда да сюда мы не захватываем оленя и лошадь и вот эту лошадь да вообще конечно помощнее сюда действительно все таки наверное сюда проблема нам реально надо найти то есть у нас как бы ресурсов много для торговли а мы еще никого не нашли так вот к этим можно сразу идти вот этот вот эти лошади будут сразу этим городом обрабатываться кстати потому что они в третьем радиусе и присоединены в нашу эту ну да еще пшеничка то есть два амбарника в принципе нормально слушайте а в античность по-моему так никто еще и не вышел я один в античности то есть по ходу петру никто и не рашит или я выключил сообщение что кто-то в античности так тут о ханой этот хочет ур этот милан еще чего все разные хотим блин все хотят разные надо наверное с этого начать чтобы накапливалось на религию хотя больше всего нам мешает вот этот лагерь я пойду этим лагерем заниматься с другой стороны я его зачищусь оно появится скоро здесь буду город стать если вообще буду вырасту до 7 отсюда уберу надо будет на какое-то производство переключить не честь не будем брать это мало варваров для чести чувак пишет 170 веры нету пророка ну да это это странная система в 5 циве у тебя после того как ты набрал 134 веры начинает увеличиваться шанс появления пророка да не лагеря открыть не оно того не стоит так но я думаю что у нас где-то скорее всего три или два хода в принципе по таймингу с висячкой более менее на петру надо будет этот и этот лес а у меня денег нету выкупить эти клетки какую-то одну только можно хотя есть слушайте а это сама выкупится так что пока нормально видите город сам вот эти клетки не будет покупать это это я к тому что нам не надо было пантеон на пустыню брать давайте дорогу уже начну потому что ой почему скаут то вышел эти скаута наверно надо к этому лагерю идти мы бы сами деньги не тратили на выкуп этих клеток потому что есть другие клетки более как охренеть а кто это поселенца потерял это ты поселенца потерял а кто это такой без поселенца тут бегает а лагеря открыты имеешь ввиду технологию а не варварские или варварские лагеря короче что ты имел ввиду лагеря открыть been chasing my captured settler for ages ну типа пытался догнать моего поселенца много ходов скажем так какой грустит слоник бегает носится тут по прериям вместо того чтобы его заарканили и начали слоновую кость добывать грустит слоник слоник радостный наоборот пока но он же ливнет во первых я сейчас не могу забрать его посила потому что зона контроля от варваров я мог только на эту клетку встать кажется он сейчас город здесь поставит который берется колясками да смотрим смотрим ммм видите как он хитро поступил то есть он будет сюда видимо оставить но если он сюда как-то нет все равно не влазит на на реке то есть он будет и 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 А вон кто-то Библу построил Ну это конечно не раж Библы естественно Вообще не рядом Но кто-то может Взять с Библы сейчас А нет, он вышел в классику наоборот Он не может взять с Библы Хотя нет, он мог конечно Прям по таймингу Типа достраивать Библу Но это Короче ладно Не будем гадать Мне кажется он просто Кто-то с Библы А так у нас еще и Рокес в волю Просто кто-то с Библы Вышел в анти Скорее всего там какую-нибудь Обработку железа взял То есть не было смысла у Рокеса Захватывать поселенца, потому что он все равно в волю Ему это не Никак Не мешает По-хорошему А вот Испортить отношения Получается да Может давайте два хода До Петра я лучше Этого построю Лучника Народ только сейчас выходит Ну короче мне кажется Библу никто не рашил Такое ощущение Какой пантеон и Рокес взял Никакого Так Ну в принципе Пускай захватывает Мы по идее должны убить Следующим ходом Его обратно и захватить Что у нас лучник появится Усиленная здесь Атака будет Ну что комбо Храма Артемида И висячих садов Уже работает Не у нас же тут вон Тоже лагерь Варвара стоит Ты че Я сейчас его уберу И я сразу отсюда попрут Я уже молчу Вот еще лагерь Два лагеря Ты хочешь чтобы я отсюда Война убрал Бухты не хватило Ну я все равно Следующий ход Ну это рандом Есть В пятой циве Определенный пробежуток И вот тут Мне что не нравится Что здесь показывает Вот эта Возможность урона По максимуму Хотя правильнее было Показывать по минимуму Что типа у тебя есть шанс Что у тебя не добьет Так а давайте этого Блин не дострою дорогу Правда Ну так давайте Вот эту Вот этот лес Убирать Так теперь Лагеря открываем Чтобы Вашего грустного Слоника Обработать У него нормально Здесь какие шикарные места Просто По сравнению с моим А что вот это за Несобранные лагеря Это нормально вообще Вот лагерь Вот лагерь Ну ладно Тут варвары Но этот лагерь Что он его не видит Что ли Хотите сказать Пока в городе Постою Прикол Не хочу Не выспрашивать Что далее А просто Просто территорию вокруг Ну такое Блин Американский Скаут С двумя глазиками Смотрит на Раз Два Три Четыре Пять клеток Вау Придется самому купить Хотя Она бы добавилась Потом Но я лучше Сам куплю Поэтому И не брал Руинку Ну там же Неизвестно Что там в ней Если бы было известно А так нам неизвестно Ну видите Сюда у меня город Теперь влазит Благодаря тому Что он там Поставил Пойдем Вильнюс Встретим Так Это я для Милана Да Выполнил Задание Хотя я бы тут Скаута оставил Он будет Лечиться И засвечивать Чтобы не появились Лагеря А этими Юнитами Пошел бы С этим Лагерем Разбираться Так Так Теперь Наверное Железо Откроем Три хода Петра 57 ход Ну бывало И побыстрее Но Я не думаю Что кто-то Тоже Два Два Хода Так Оставлю Обязательно Сыграем Это моя Цель Обязательно Сыграем Это моя Цель Номер 5 В жизни Это про дуэльку Имеется Ввиду Спасибо За 10 Долларов Еще Добавим Большое Спасибо Что я напоминаю У нас уже В воскресенье Будет еще один Стрим По 5 Циве Мало Кстати Городов Государств Нашли Нам надо еще Так А вот это Что Блин Я поздно Заметил Это он в этот Лагерь ведет Его Да Слушайте Должны Перехватить По идее Должны Перехватить Ой Я Я библиотеку Не открыл Это Кстати Зря Наверное Пока Рынок Так Все Петра Уже Наша Сто Пудово Короче Челлендж Челлендж С донатов Я выполнил Артемида Висячие сады Петра Построены С донатом С донатом так действительно посмотрим что там ирокез нет нифига не обработал сейчас конь сюда или сюда прыгнет и мы заберем то есть это варвар пошел уэфи захватил рабочего но эфи убил юнит рабочего обратно отбить не смог но я знаю себе заберу или нет или за союзится с эфи и религию и религия пока одна да да блин хочу до 9 вырастить и поселенца строить притягу ирокез через воли у него два города понятно 24 кайф ну ирокез короче не конкурент потому что играть через волю два города и вот такое вот ну давайте кину конечно да вдруг примет реально закрыли традицию еще слоники не обработаны да блин писюн кельтский вот говнюка ну я про конечно провтыкал никто не говорит да но забрать его через эти горы очень сложно в нужном случае у нас еще как ну у нас есть места еще на два города то есть если кто-то близко был тогда имело смысл бы заниматься а так до прозевала ну надо был сразу кликать конечно в начале хода а не рассматривать там жопку ирокеза так ну чё с этим вообще не надо торговать ну пускай видит в принципе мне не жалко что он посмотрит на мою столицу так надо дорогу довести уже до нью-йорка один ход так ладно пускай сам присоединится мы лучше какую-нибудь другую клетку потом купим не так много у нас ну кстати второй по армии явно кельт это за счет только вот этих вот пиктов чисто за счет пиктов я может колясочек сайте поднастроил после этого поселенца у меня тут еще место давно я не видел человека который не собирает руинки вообще но это какой-то прикол о индонезийца встретил а вон он ну да то есть а чё у всех слоники есть блин эфи хочет чтобы я так я а так я в он согласился на тут и он мне предложил согласился все понял все понятно ифи хотел чтобы я драгоценности камни присоединил я их ирокес мне их предложил купить у него все не ну на ирокесе точно игрок не сильный ну через волю иметь два города к этому моменту и не собранные вокруг себя руинки это я такого давно не видел а вот кельт сильный и сволочь очень мне не нравится он тут уже а ну да тут же его убил сам ирокес в общем-то этот лагерь тут был у него этот так мы сюда ведем до игра еще сюда предлагает а что вы с этого получим никаких дополнительных ресурсов не будет так что сюда тут у горы каков шанс что ирокес захватит рабочего и разграбит мне караван если он не нашел руинки так слушайте может этот караван оставить для этого города то есть пока не достраивать давайте библиотеку том рынок наверное хотя деньги еще даже на водяную мельницу лучше сначала как-то так и здесь в нью-йорке библу блин без нацкой нац колледж не скоро у нас явно будет ирокес кучу веры лишился свой так не понял как какие а я сейчас веру получил точно там через какое-то время до слушать это круто ну так что я вторую религию нет 3 3 но должен основывать религию ты с руинки веру получил то тоже не часто бывает потому что вера с руинки выпадает после определенного количества ходов ну то есть на первых ходах веры с рынке не может быть поэтому ну что-то такое поэтому я и не ожидал нет конечно нельзя мне ничего подсказывать я вообще в чат не пишите ничего да кстати пока пауза вот можно заглянуть на огонек всякие мои ресурсы инстаграм чеки дискордики твиттер очки хотя в контакте можете не заглядывать меня забанили в контакте за дискредитацию российской армии туда можно не заглядывать ну и подписаться на канал ой блин а тут на цифры поставлено перемещение и у меня юнит походил из-за этого блин а при так тут еще не построена да к тут стоим так тут дорога сделана эти поссорим здесь на всякий случай что может быть урю хотя вряд ли тут уже есть но такой еще и ракет принципиально просто не собирал руины вокруг себя ханой и ур хочет кельтов увидеть ну давайте ему посольство предложим кстати не кто-то из них построил пирамиду а великую пирамиду библиотеку и ракет построил до эдинбург 6 но у меня вышли ну конечно явно лучше прав просто явно нет тут нету руинок так нам бы наверное конюшни еще открыть было бы здорово особенно для нью-йорка ну и третий караван да в шестерке ускорение выпадают ну так а в пятерке целые технологии я бывало нормально так открывал я уже молчу про апгрейд юнитов когда прибегаешь коляской к руинке и апаешься теперь до рыцаря так что это за что это за собери руинку около лагеря да блин тут уже спасибо за 10 долларов но я сейчас уже просто не успею конечно сбегаю но его сейчас добьет ирокеса до сбегаем так мне не очень нравится а зачем ирокес построил храм зевса с последней армии шо вообще ракет делается просто прикол просто прикол нахрена ему ну ладно может он гэгэшки собирается захватывать какие то но в принципе его постройки его чудеса это очень странно ну я схожу сейчас попробую эту руинку собрать конечно раз у нас тут челлендж на 10 долларов так добавляем подождем когда он про атакует чтобы подойти скаутом иначе он мне кажется не будет атаковать ах ты не ну кстати тактически он действует правильным я поэтому удивляет его стресс он здесь двигался юнитами верно абсолютно здесь делает коляской правильные ходы но при этом его развитие что он строит какой-то трындец ирокес просто отыгрывает бота они примерно столько же тупо себя ведут так пошли на этим лагерем уже займемся а у в раке за череш ему донаты шлют ну если он сейчас ну как же у меня в принципе то же самое просто отложил на ход посмотрим если там не появится так америка поклоняется яхве мечети наверно возьмем да я знаю что мне нужны монастыри но я уверен что монастыри никто не возьмет так что я думаю что когда мы будем укреплять религию мы их возьмем даже до масона американские так и есть нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет я так и знал что появится здесь сейчас варвар так но я все еще могу захватить следующим ходом здесь караван ой караван циркс если караван в бостон так а вот в нью-йорке переключаем на конюшню сначала потому что здесь у нас нормально так это добавит нет не может коляской коляска он может захватить только когда никого не будет то есть он не может следующим ходом захватить понимаешь может только обстрелять а я могу захватить в этом проблема стреляющих юнитов а я верну ему рабочего хрен с ним я верну ему рабочего будем поддерживать так сказать отстающие цивилизации так может не обстреливаем пока не подойдет наш дуболом за игроки за несколько людей играют но это было прикольно так два хода тоже подождем когда хотя 145 не так руинку мы возьмем он же не может взять руинку тут холмы вот именно что у нас идея взять руинку даже не буду апаться на хило ставлю так вообще кстати вот этого рабочего наверное себе заберу скажу ну опять же он не может следующим ходом захватить лагерь а я могу сразу тьфу ты чё то да чё это я блин не знаю что это нашло типа зона контроля я уже походил челлендж выполнен так цирк тут конюшня не нужна караван хотя наверно рано караван что я хочу его из бостона в вашингтон тут пока еще достроится ладно рано давайте колизей здесь поехали наверное философию тоже еще рано давайте инженерное дело еще один караван откроем что у нас по торговле я только с индонезией торгую этих нифига нету что по демографии индонезийцы неплохо идет но мы тут не отстаем в общем то мы первые по населению тут просто мы отстаем потому что мы в петру дошли а сейчас мы в развитие пойдем четвертый город корицы мне больше почему то ну ладно сейчас глянем что там у корицы рассинхрон внезапный так все на месте вроде никто не вылетел пошли о уже петра моя заработала наконец-то вот эти красивые ну конечно не петра холмы смысле не рядом с рекой или озером то есть на них круче всего петра работает с холмами на которых можно фермы построить это вот огонек вообще но и такие тоже ничего так нет возьму нам уже больше надо рабочих так ну все вроде мы со всеми лагерями раз в вильнюс хочет индонезию увидеть но не хочется индонезии давать посольство у нас ну вильнюс он счастье будет давать по счастью у нас 10 штук так что так рядом с кей но это прям с рядом с индонезией но и местами тут меньше нравится чем здесь честно говоря то есть я планирую вот сюда четвертый город ставить киноз еще варианты у нас варианты еще где-то вот здесь например да слушайте а а вот здесь где коляска стоит разве не огонь город по моему здесь вообще зашибись будет ну тут в 5 циви пресная вода него неважно а так я еще индонезию все таки нашел и выполнил все равно задание вильнюса да прикол так ну я реально хочу сюда четвертый город давайте в вашингтоне блин один ход до роста правда 1 давайте у сеттлера два хода апнем в метка лука даже не буду уходить отсюда дуболомом и коляской в общем то стоим ждем возможности город поставить и золотой век пошел золотой век было неплохо для чуда какого-нибудь может кстати стену построить правда я не не уверен что на меня кто-то будет нападать по морю по посуху колосс уже построили доме и нету давайте верно в гильдии хотя на смачу пикчу только в бостоне возможно он маленький этом не построю ничего блин зря я apple метка лука мне надо было 300 монет накопить купить библиотеку и построить нац колледж в вашингтоне да 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 я тоже удивляюсь ракету реально кого-то бота отыгрывает ой ты хорошо за не пошел нужен данной на нас очевидно отъедается морскими караванами очевидно что у него на море и в принципе мы не так сильно от него отстаём в связи с этим стоим здесь ждем постановки города чтобы сразу мрамор начать обрабатывать так собственно мы этот караван в этот город отправили значит опять же рано его еще строить давайте великую стену построим не то чтобы она мне тут нужна была но очки великого инженера никогда не помешает плюс у нас очки великого инженера с артемиды то есть на сто процентов мы должны вот-вот вообще уже инженера получить кстати да со следующим ходом давайте посмотрим может выйти слушать а может тогда выйти в гильдию и заинженерить мачу пикчу в бостоне или заинженерить чеченицу вот в чем вопрос или заинженерить нотр-дам блин чтобы я даже не знаю что важнее но честно говоря мачу пикчу и нотр-дам точно лучше чем чеченица по моему мнению вот вопрос мачу пикчу или нотр-дам пошли наверно в мачу пикчу все таки пошли в мачу пикчу перебросим в бостон этого парня только его под защитой конечно надо вести будет битва за эту руинку тремя юнитами кто же возьмет кто же возьмет блин у меня еще эти две овцы тоже ну будут с с конюшни так надеюсь скаута индонезийца просто убьют там так я думаю ждать библиотеки это мне нету смысла поставлю четвертый город уже да у него и столица считайте размером с мой третий город практически то есть но это просто то есть в данном случае мне повезло у меня сосед не умеет в циву играть поэтому просто или умеет ну просто его тактические движения да вот юнитами они вменяемые то есть вот человек правильно все делает поэтому мне такое ощущение что он как ну типа по приколу что-то тут сидит особенно меня прикалывает несобранные руинки там кстати его кто-то обстрелит наверно гэгэшка должна быть какая-то судя по всему о о чем мне брать даже коммерция не открыта блин пожалуй тогда патронаж возьму для запретки для лучшего отношения с городами не знаю может все таки покопить сейчас тут деньги и филадельфии библиотеку купить тут шесть ходов будет строиться ну то что нацколледж уже надо как-то очень долго мы без нацколледжа по идее должен дойти уже сам никто не захватит не ладно подождем дорогу построю пока хотя чем тут дорога ферму ну чё и руинку походу мы сейчас забираем прикол даже отошел чтобы не можно было руинку брать просто варварские лагеря показала кайф какая здоровская руинка так значит этот караван из бостона этот караван мы в филадельфию отправим да я не думаю что он будет выкупать их у него первых денег нету во вторых у него есть гемсы не обработанная нифига так что я лучше накоплю 300 мая чтобы филадельфии библиотеку купить и место я вообще сценарий не люблю я не люблю сценарии в каких бы то либо или мне поэтому frost панк не очень потому что это стратегия по сценарии то есть это конкретно стратегия сценарий просто все так что нам надо трюфеля это мы обработаем а и больше ничего трюфеля сам обработаю о ливнул индонезиец понеслась хочу о чем вливнул наверно я думаю что нападает на него кто-то нет он первый по армии а чем ливнул такие странные люди в эту игру и иногда играют игрок смотрит раз я да блин мне кажется есть себя даже сильно захотел я бы вот так не развился это просто но это просто какое-то нереальное не пойми что я даже не знаю ну даже если постараться так сложно странный дисконнект у нас со всеми зашибись пинги все явно с америки чего чего не такой дисконнект не за у меня никогда не бывает ни в пятый не в шестой циве дисконнект бывает на переходовке вот на переходовке типа во время россия рассинхроны да или на переходовке еще бывает вот какой-то вылет но вот так посреди хода чтобы с них рена и обычно если дисконнект то знаете такой фриз у всех других игроков потому что игра пытается синхронизировать а когда просто вышел то это ну не вот так вот сразу происходит уже счастья мало не знаю можно ливнул потому что я стену построил а в каких случаях тратить великих людей на клетку ну я только думаю ученого в начале и то в косаре как он там зававилон зававилон сто процентов ученого надо на клетку посадить а так у индонеза уникальные юниты плохо про ап про апались но уже как бы поздновато в это время его уникальными юнитами атаковать блин в столице нечего строить ладно давайте верно рабочего еще так это филадельсия тут мы ждем открытия мачу пикчу я правда не уверен что инженер в бостоне прям за один ход построит возможно тут надо потому что инженер дает какое-то количество производства за ходы в этом городе поэтому в бостоне так как он маленький тут может быть ну реально нехватка давайте дорогу один ход построю потом мрамор начну блин тут одна конюшня тут и рабочего я больше не хочу давайте какого-нибудь метка лука еще сделаю да о точно бы я лишь забыл что это хотел точно покупаем лаву и тут тогда никакого не метка лука а я не открыл блин нифига себе так ну тогда метка лука пока нацку лишь оказывается не открыл 80 ход не открыт нацку но у меня каша науки мало эти чеченицу я бы не успел построить так что все правильно в мачу пикчу пошел с нотердамом ну вот 25 ходов я уверен что не достроит смотрим нет все таки один ход ладно все таки инженер дает какую-то сумму производства бывает что не хватает бывает пожарные куда-то поехали чечен кто я думаю что он индонезия кстати уже тогда дороги все эти построить потому что чеченица снижает содержание дорог и больше дает не опортили не снижается наоборот больше дает за соединение дорогами до у были нам про этого скаута и забыл уже зря кстати ну достроим гильдию артистов у меня все шикарно по моему да кстати с индонезом можно уже поменяться посольствами ну видите отъедается морскими караванами это у него столица такая же как у меня не на морских караванах шумя тут точно все очень очень неплохо сосед никакой ничего сделать мне не может у меня кельт я так понимаю соперник теперь ну на арбалетах наверно тяжеловато будет как минимум двое вышли в мастерске то есть в ноттердам уже народ идет я не думаю что ноттердам я смогу построить просто думаю что надо в гражданскую службу зайти чтобы мои фермы круче сапшения рек тут ну собственно на реках три города и фермы там построены а вот в ноттердам уже кто-то явно летим еще ищем двое как минимум двое я думаю что это кельт и индонезия скорее все потому что у у ирокеза нету столько науки чтобы туда идти было пшеницу наверно обрабатывать они степь обычную ирокез отказался давать драгоценности чё это он так какао у кельта давайте попробуем узнаю учен нет реагирует ладно у меня резко уменьшилась счастье все ладно мы тут точно обработаем сейчас мрамор это плюс один дорогу как-то так проведу здесь блин чё никто со мной не торгуют он хоть хоть индонезия еще что может в барабудур уже кто-то открыл буквально недавно не было открыто уже открыто да может конечно ради софии они ради барабудура тактически выверенная игра от ирокеза что-то надо следить за его армии но я третий я уверен что второй кельт ну правда кельту на меня нападать как так же так же странно как мне на него в принципе вообще на арбалетах я могу конечно ирокеза вынести вот вот отсюда вопрос надо ли а что он мучается не выглядит не выглядит что он мучается понимаешь выглядит что он получает удовольствие если бы выглядело что он мучается ну просто ну смотрите территория него зашибись да то есть с этой территории он мог вообще выглядеть шикарно без стоит он выглядит вот так ему никто в этом не мешал ну конечно там варвары захватили поселенца но у него он через волю играет он этих поселенцев должен строить как а он даже еще не закрыл волю прикиньте зато он взял честь чтобы статую зевса построить зачем-то и ни на кого не нападает прикол да амфитеатр или храм эти храм так ну тут гильдию писателей 87 ход и мы только сейчас построили нацколледж приличненько так отстаем так у нас одна одно счастье остается арену в бостоне строим филадельфии над арену циркус максимус где-то ну я просто уверен что в ноттердам кто-то идет я поэтому туда и не пошел да видите его открыли я бы его я только к этому моменту эту металл кестинг бы открыл так что нам не угнаться за тебя я думаю что это кельт в ноттердам нет почему тут дурак почему вы сразу говорите что он дурак я думаю он знает в том плане что как бы с развитием не только достаточно демографию просто открыть и даже сравнить не с первым местом а со средним то есть очевидно что что-то идет не так игра через волю в два города разве не мучение ну ему же смотрите если бы ему негде было ставить типа такого да его там подселили бы еще что-то то я бы согласился но мы же видим что у него до сих пор куча места нет ну блин вот вы оскорбляете иракеза да говорите дурак не знает что он дурак а что вы насчет moral rrv скажете вот человек смотрит на экран и спрашивает это катка против искусственного интеллекта не знаю конечно возможно что он просто выключил монитор и на слух ориентируется возможно но вот как глядя на экран можно спросить это катка против искусственного интеллекта попроси милан краба обработать да было бы неплохо может реально пятый город какой-нибудь сюда поставить вообще выглядит неплохое место все тем не менее как бы то ни было но мы по науке отстаём поэтому пойду не знаю может конечно и в арбалеты имела бы смысл короче мне надо наверное мне нужно что-то вот сюда поставить следить давайте мы наверное отправим я единственного боюсь это что кельт на меня решит арбалетами нападать все надо вот это вот ханой а почему лучше забрать ханой чем поставить свой город здесь чтобы город не ставить ну я подумаю насчет ханой а возможно но там нам любой в любом случае нужен город для выплыва в общий в океан ну просто если город тут стоит его надо в эту сторону ставить да где выплыва но кстати мы тут не следа вдруг тут есть выплыв в общий в океан ну потому что и и ханой и город если ханой брать то город она здесь где-то здесь да чтоб тебя не между собой как-то контачили а карта говорит что надо сюда город ставить в эту сторону так ну пока наверное золотые века не запускаем сядь на лицо ирокезу слева на самом деле нам проще не ханой забрать и город поставить и забрать ирокеза осенинку и анандагу и все то уже тот факт что он не ливает как бы человек грубо говоря учится но конечно с таким уровнем лучше было бы против компа поиграть я я просто считаю что человеку имеет смысл в сетевую выходить когда он на божестве победил компа все то есть у него нету уже ну вон кельт построил нотердам как я и говорил то есть у него уже нету уровня дальше куда расти тогда имеет смысл идти в сетевую играть а здесь а с таким уровнем он ну вот 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 такое да он компа даже на князе не факт что обыграет с другой стороны опять же я повторю глядя как он юниты двигал да и вот например с эти вон идут его эти катю не построил ли он случайно армию я четвертый по армии как он юниты двигает выглядит что человек ну тактически точно понимает поэтому и вопросики есть так-то думаю надо будет сейчас немножко метка луков под под наделать капелюшечку а нет филадельфий нам колизей надо чтоб циркус максимус можно было делать наверно все таки надо арбалетами идти на ирокеза вот просто вот отсюда тут тут он город не поставил отсюда есть заход тут мы стоим смотрим чтобы на нас кельт не пошел вообще у нас великая стена на нас идти до арты как бы такси удовольствие тоже так тут мы монастыри берем и так защитник веры уже кто-то взял ну тогда реликварий просто коммерцию возьму блин вот этот конь мне не нравится не нравится потому что он может вот сюда забежать и и дороги мне разграбить и караваны конечно строил героический эпос всегда строю если я ну особенно когда артой или самолетами планирую нападать ну если он собирается нападать магов коми то это конечно печально для него хотя вот тут я не вырубил джунгли и леса они ему помогут еще напоминаю что у меня артемида то есть у меня по идее вот эти всякие метколуки быстро строится вообще конечно ворбы бы вместо универов но я реально отстаю по науке я слишком поздно нац колледж поставил поэтому надо идти пока в универы ну то есть напасть на меня сейчас может только ирокез если он нападает ну а он сильно стоит по науке он нападает магов коми от магов коми и большим количеством метколуков отбиваться так это в бостон бегал караван да значит из филадельфии в вашингтон что не так с фортами ну с фортами все так просто тот факт что человек тут окапывается в такой ситуации как у него он про это говорит с фортами все так если ты защищаться хочешь то конечно форты зашибись реально вот если ему вот здесь форт поставить здесь маговки туда же арбалетами будет тяжело влезть да ланскнехтов конечно покупали в коммерции тоже зашибись когда-то когда ланскнехты были уникальным юнитом германии их в корме в коммерцию не перевели бы вообще тактика рашеландскнехтами очень дешевый и крутой и сильный юнит получался то есть он они там просто блин там штук 15 строишь очень быстро за германию и проходишься катком давайте барабудур уже попробую потому что если он сейчас будет на меня если он решит на меня напасть то я то мне хватит уже той армии что у меня есть я кстати 3 фигула когда люди ливают и компы начинают там что-то делать что ты просто не видишь по демографии реальную картину что сейчас индонезия настроила армию поэтому что на никого нападать не собирается что это комп просто а нам непонятно как какая реальная ситуация в следующем ходу у меня появится счастье потому что я дообрабатываю драгоценности да кстати поторговать чувака лишние и кстати мы еще двух не встретили людей на карте между прочим это австрия и китай так барабудур уже индонезия построила жаль тогда давайте храм и кстати наверно поставлю тогда на покупку миссионера купим одного миссионера как-то разнесем здесь что видите уже пантеон не работает и ракет подводит генерала так ну нам конечно тогда с рачни сима надо варбейте и с рачни сима еще метколуки строить тогда никакой не и будь здорова будь здорова ну хоть веселее что то начинается так тут меняем местами так а а а а а а Продолжение следует... 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 место быть я просто предполагаю ой а кто там так больно бьет и вот отдать может мы его убьем ну просто чтобы уже заранее предполагать вот например вот этот сразу от копья убежать здесь например понятно там индонезиец а да блин пограбит к сожалению я еще и рабочего не могу спрятать по что меня вот тут рабочий а пузяк чуть он на автомате у меня а куда его отправил ладно сейчас попробуем а я второй парни то есть у кельта уже меньше армия он зря индонезу объявил войну мне кажется хотя всегда хочется конечно там еще и химедзи то есть вот как ты будешь забирать человека у которого химедзи еще а у меня между прочим этот стена то есть он не может конем по моей территории носиться 1 на апну все-таки в требушета так монастырь в вашингтоне то у нас вино теперь еще плюс к вере и культуре еще надо в нью-йорке и все и надо переключать то что не в филадельфии не в бостоне нету двумя рыцарями поплыву на территорию кельта вот этими будем его грабить пикуку а зачем ради этого коня я не думаю что я подведу сейчас еще сюда арбалет я не думаю что мне тут много дел может наделась меня только трюфеля волнуют а связи с тем что он отступил он уже в трюфеля не сможет он уже в трюфеля не сможет зайти сейчас до бонус от стен на все территории распространяется как-то неудачно этот меч не тут стоит иди там на свою территорию чем делай так сюда не золотой век сейчас не имеет смысл лучше всего ну либо когда у вас своим ходом золотой век набьется да там 515 но я думаю у нас вряд ли либо когда вы близки к диалоге чтобы потом прожечь писателей на это дело так ой я думал ярм я это и хожу вот постоянно не знаю каким образом но я значение я знаю каким образом прошу тебя выбирается рабочий выбирается рабочий ты не смотришь сюда что у тебя выбран рабочий а смотришь что в городе сверху иконка юнита и ты думаешь что ты юнитом ходишь а не рабочим бред бред салим куда он конем побежит Блин, как мне тут его мечник мешается? Индонеза Я лучше за деньги вот мастерскую в Бостоне бы купил Так, он явно куда-то вот сюда отошел, скорее всего Мастерская в Бостоне Запрет кукельт, то есть он сверху пошел Ну, то есть башня моя Так как я хост, я ее инженерю Ну, пошли за кельтом А эти нижние сопрем у индонезийца, я надеюсь Блин, ну что ты тут стоишь своим мечником конченным Ну, блин, ну как это так можно? Тебе не надо вот туда, на фронт, сюда, куда? Что ты тут встал мечником, компуктер О, Австрию встретили, я говорил, Австрия ливнула А, так мы всех встретили Тогда давайте посмотрим, у них есть война или нет У них нету войны Ну и что ливнул, спрашивается Так, культура от природных чудес Давай мы тебе что-нибудь забаним Правда, ему нечего банить Знаете, может Не, ну религия не пройдет Давайте ему какао забаним Предположим, что у него тут Специи Пограбим Милан Пограбим Милан Пограбим Милан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, что там иракез делает Целый ход, интересно Он уже караваны ко мне пускает Три штуки Причем с которых я примерно имею Ну, не намного меньше его Если он четыре науки имеет Это значит, что он отстает Что он прилично отстает, короче Это значит Блин, китай секстинку построил Ладно, не заинженерим секстинку Хрен с тобой На воду спускаемся отсюда Да, ведь всю армию на меня переключил Просто все правильно Так Да, но только кто-то идет все равно в экономику Я думаю, что это кельт Ой Как-то больно тут Блин, у меня минус арбалет, походу Что-то больно Так, где эта коняга? Она, видимо, плавать не умеет Поэтому я его чисто Требушетом там поймаю и убью Купание Кельтского коня будет Ну, нету смысла Просто, чтобы он отвлекся Сейчас будем отходить Надо вот этот переход как-то держать, конечно Надо будет как-то сюда Ладно, тут придется тоже отступить Это мне тут арбалет убили Быват Так, все Монастыри, все Теперь Мечети Мечети Так Так, по идее Этого рыцаря мы убьем Мы убьем арбалетом Ну, как вот он? Перекликал сейчас меня Так, я думаю Надо побольше рыцарей сделать Что демография говорит Ну, то, что я точно лучше Кельды Это сто процентов Что за вздыхание? Я почитала Устала читать заказную статью Как ужасно цыпленок Как он разрушает Как он разрушает Как он разрушает Как планеты За такую цену И что он пальчик не ставит Так Можно замириться с Миланом Ну, тут мы должны держать По идее Место Когда мы там сможем Четыре хода Ну, я бы тут Арбалет оставил На тот случай Если он опять Милан засоюзит Милан 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 Что-то я никак не могу Из несчастья выбраться Или гильдию музыкантов Сначала Нет, давайте Рынок Твой рынок Зоопарк Потом гильдию музыкантов Китай ливнул Ну, короче У нас дуэлька осталась С кельтом И ракет Тут не игрок Либо что-то Либо что-то компьютер там за человек ливнул он неплохо шел а сейчас еще компьютер со всякими бонусами лучше рыцаря сюда перебросим куда-нибудь он тут контролировал тень за как тут кельт может пробраться но кельт может обе тоже через озеро переплыть а Так на князе да, это император То есть это на два уровня выше князя У меня все города больше, чем столица Ирокеза Прикол Прикол Науки у меня маловато Прямо скажем Так, следующим годом я надеюсь, что я у Индонезии украду сталь Уже кто-то в химию вышел Возможно это кстати и Ну, Химедзи построила Индонезия То есть возможно это и Индонезия вышла В химию, но может и Кельт Потому что длинномечники у него есть Хотя у нас одинаково по науке с ним Не, я думаю нет Кельт, я думаю в индустриализацию идет Не, лучше сталь Потому что, конечно, круто было бы Обсерваторию в Бостоне построить Но нижняя ветка означает Армию А верхняя ничего не означает Опять что-то Ирокез Какую-то армию Но это типа у него защита от меня Правда мне Этими Артой его вообще изи вынести О, я нашел Клетки пограбить Может вообще открытые границы У индонезийца попросить через него забегать То есть не отсюда А отсюда То есть Это Кельту надо либо объявить войну Индонезийцу тогда Чтобы на меня нападать Либо самому попросить открытые границы А так как он со мной Так как он с индонезийцем воевал То я не думаю Что Индонезия ему даст открытые границы Ой Кем я туда походил А вот этим Блин Ну, этот тоже окапывается Наконец-то я В плюс вышел Ну, давай Ты хочешь Ты хочешь Пробиться сюда Давай Давай, иди Заходи Чувак даже Длиннамечников Апнул В мушкетеров Чтобы сюда попасть Будь здорова Всякий случай Так отойду Чтобы мне не убило Будь здорова Что он сейчас тут Дорогу еще поведет Интересно Так, ну я, наверное Заинженерю Тогда Биг Бен Ну, он вышел В индустриализацию То есть как раз Да, сюда Дорогу еще раз Интересно Интересно, что он Ушел Мне кажется Ему было бы круто На этом внутреннем море Ставить Хотя Что бы он тут поставил Другая бы игра была бы Да То есть он бы смог Тут, наверное, только Еще один город поставить И все Не, мне кажется Надо тут стоять Контролировать озеро Он еще, кстати Отсюда может прибежать Да Как я, типа Через индонезийца Пытаюсь Он сможет Через Эти ГГшки Нижние Красивые в Индонезии города здесь Кельф Три города Да И мне кажется Эти 12 12 19 Да То есть Я в 4 города Я не понимаю Как вот он Так впереди Меня И у него больше Там Ну Тут все понятно Но вот производство Явно он второй А не я Хотя у меня 4 города Которые больше Его городов Странновато, да? И про То есть у него Производство Не более Ну то есть там Примерно одинаково Получается Мне не особо хочется Во рту идти Потому что у меня стена Чтобы она мне Чтобы она работала У меня А если кельф пойдет Во рту То я это увижу Заранее И вот отсюда идти Короче ему на меня Нападать Артой тяжеловато Ну собственно Как мне на него Тут скорее самолеты Чем арта Вот на ироке За артой Да нападать Круто Но зачем Если у нас кельт Главный Оппонент Ифе войну Объявил А тут Через него Не пройти Что ли А как А как вообще Кельт Хотел воевать С Индонезией Просто интересно Тут что-то Очень тяжело Нет Ну через Гонконг Как-то пройти Продолжение следует Подождите Подождите Разве монастырь Не купился Вот монастырь А какая тут Религия Уж Взял мой Иудаизм Ушел Прикиньте А каким образом Его Вот эта вот Херня На Нью-Йорк Влияет Примерно Одинаково С Вот же ж Блин Требен Требен Продолжение следует... На всякий случай, от виду, он может еще вот тут где-то высадиться. А кто нас брал на чудеса пантеон? Китаец. Я просто ГГшки просил, чтобы я чудо нашел. О! Кельтский пророк. Индонез, конечно, на приколе. Так, подождите, а он откуда деньги взял апнуть это все? Так, подождите, а он откуда? Они, походу, какие-то, не знаю, эти, как его... Тиммеры. Ну, я не знаю, у меня великая стена. Я не очень представляю, как эти два чувачка могут мне что-то сделать. Вот сейчас. На арте? Да. А сейчас? Ну, зато веселее будет. Ну, не знаю, у Кельта не так много денег, чтобы вот так раздавать их. Ну, ладно. Ну, я думаю, пора запускать золотые века. Тут стены уже надо делать. Даже до зоопарка, пока у нас есть счастье. Поехали. 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 Не, ну, ирокист меня точно не возьмет. Я не знаю, что тут даже обсуждать. Поехали. 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 отступлю потому что у меня только этот может обстреливать а эти никак тут надо как-то вот так встать я думаю упор надо на рыцарей делать сейчас надо было но я как бы оставил человека в игре просто потому что он тут чили да надо было его добивать конечно и не не отвлекаться на китай каждый раз каждый раз на это попадаюсь я просто реально не понимаю с двумя городами вот такими как он может иметь такую армию шот что-то не то а худо во первых эти великие люди требуют денег на содержание то есть я трачу их на их содержание и не и не хило будет видно но тут не козы где-то где-то можно посмотреть по моему во-вторых что значит 2 3 не понадобится как это не понадобится как в каких условиях у вас было так что вы хотите один золотой век а потом перерыв какой-то и и и и Продолжение следует... 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 Ну, я так понимаю, что от Таракеза мы отбились. То есть он уже Филадельфию не может взять. Правильно я понимаю или нет? Ну, какой-то вражеский, но... Я часто в глаза долблюсь, но чтобы вы на стриме так в глаза долбились, это, конечно... А мы же не знаем, где Австрия и как она там будет на Кельта нападать. Я бы деньги на Вильнюс копил. Скажите, что он хочет торговца? Это мы не можем сделать. То есть нам надо 250 монет, чтобы его подкупить и... Ну, уголь. Ну, уголь. Ну, уголь. Ну, уголь. Ну, уголь. Что там Иракез делает? У него армия меньше всего. Но что-то там делает каждый ход. Да, тварь ты, конченая, бегает тварина по моей территории! Так, если... Если еще Иракез за это проголосовал... Кайф. Иракез проголосовал, чтобы... У него нету ни одного чуда. Кайф. То есть он просто тупо играет на Кельта. Как там Иракез пишется по-английски? Иракуае... Ой, ёпперно. Ой, слушайте, я как-то правильно и писал. То есть он просто... Просто не дает... Ладно, он тут еще воевал, хотя тоже вопрос, зачем, да? Я не могу, я походил этим арбом. Я могу так подойти, если только... Я не буду с ним даже мириться. Пускай он мне мешает. Но одно дело воевать, а другое дело он еще и... А, ну, понятно. То есть Кельт не может... К тому, что по демографии тут не видно, что типа я побеждаю, да? Я хочу зайти, во-первых, посмотреть, давал ли Кельт деньги Иракезу. Ну, а просто, а смысл мне играть, если чуваки в тиме, и он даже, ладно, деньги дает, там, воевать пошел, но он еще и голосует за его предложение. Да, ну, мне неинтересно. У чувака ливнули все его соседи. Так. А, тут деньги... Тут деньги не увидишь, по-моему, да? То есть, когда деньги передаешь, не видно, да? Только вот такие, типа, торговли ресурсами. Так, ФФА... Ну, блин, ребята, ну вы понимаете разницу? Ты в ФФА, у тебя есть дипломатия, ты можешь общаться, ты можешь договариваться. И что-то делать. То есть, когда ФФА на тебя нападает, то есть, тебя ослабляют, но там люди не пойдут до конца. Здесь у тебя есть игрок вообще... Иррелевантный, который вообще ничего не может этот сделать. Но он полностью все делает для Кельта. И как мне... То есть, это тупо мы сидим сейчас несколько часов, я сижу несколько часов, чтобы Кельт победил. В чем здесь стратегия? В чем здесь стратегия? Даже если бы он был компьютером, вот как я подкупаю Индонезию, это еще, это более логично и, ну, правильно. А тут сидит человек, который полностью играет на победу другого человека. Он не на себя. Он не на себя играет. Он играет на победу другого человека, в принципе. И я не могу знать, что они там делают. Они сидят между собой, договариваются. Они вообще мой стрим, например, смотрят, да, и решают, куда и что нападать делать. Я здесь вижу, что я сейчас просижу несколько часов, и в итоге победит Кельт. Потому что я не могу сидеть вот так вот, разрываться на две половинки, когда этот человек полностью в него, он протянет свою религию, он протянет еще свою идеологию. И нет, Ирокез не как ИИ Индонез, это живой человек. Я Иракезу, я Индонезу заплатил за то, чтобы он объявил войну, и он не будет там за меня голосовать, давать мне деньги, давать мне юниты. Он ничего не будет. 52 счастья, кстати. By the way. 52 счастья. Ну, у него, прямо скажем, маленькие города. Меня больше интересует его производство. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Это сколько? 19. 22. 25, 27, 32. 35, 38. Ну да, я что-то не посчитал. Ладно, с производством все верно. Дуэльку на море Индонез по-английски чмо. Спасибо большое. Ну давайте, да, у нас еще 3,5 часа всего. Вообще, да, откуда 52? Ну, от ресурсов 32 так и есть. Вот что такое 22? Подождите, а что он принял? Ну, во-первых, у него Ноттердам. Так, здесь у него ничего, на счастье, кроме монархии, нет. А то и монархия ему дает 9, получается, да, счастье. Смотрите, 32. Вот это вот 22 Local City Happiness. Global Building Happiness. Это от Ноттердама 10. Может, он какие-то... Что у него по религии? А, нет, у него... Ну, храмы еще могут давать, да? Не, ну почему? Выглядит, как все-таки... Извините, мне донат. У него куча ггэшек. Ну, да, вообще выглядит, как, честно говоря, читачок. Еще и куча ггэшек. Смотрите, если у него есть деньги, да? Вот эти вот. Он давал их и Ракезу. И у него еще куча ггэшек засоюженных. С нихера. Обратите внимание, что там невыполненные квесты еще в этих ггэшках. Вообще-то. Не, ну это читер. Это читер. Потому что вот с такими городами, по сравнению с моими городами... Ну, вы просто посмотрите, что у меня города... У меня их, во-первых, четверо. Во-вторых, у меня даже города больше, как его столица. Ну, просто обратите внимание, такое развитие. У него может быть много счастья, потому что города маленькие. Но он тогда бы чудеса не построил. Так не выходил по науке. Смотрите, сколько у него армии он строит. Клеток кучи необработанных, между прочим. Иракез не читер. Но я думаю, что ему просто реально кельт дал денег. А кельт читер. Я не знаю, нафига ему рисовать было себе столько счастья. Может, он просто единожды нарисовал и типа сиди дальше это спокойно. Я думаю, что он даже, скажем так, он скорее деньги себе рисовал, чтобы скупать ггэшки. Вот это счастье в основном от ггэшек идет. От их ресурсов. Плюс эти ггэшки, видите, на счастье, на счастье. Не знаю, очень странно выглядит. Очень странно. Так что на этом я эту фэфашку заканчиваю. Давайте это для тех, кто будет в записи смотреть. Ну, те, кто в записи смотрит, тоже напишите в комментариях, как вы считаете. Ну, вот смотрите, даже клетки не обработаны. Тут ферм нету. Ничего нету. Города не растут. То есть у меня города. У меня больше городов. У меня территория лучше. Ну, по-моему, лучше даже территория. Откуда у него вот эта вот вся армия? Откуда? Откуда деньги? Откуда засоюженные ггэшки? И он еще, очевидно, давал иракезу. Потому что я не вижу по-другому. Жалко, что действительно не показывает. Я думал, будет показывать, когда ты деньги передаешь. Но, наверное, если бы он передавал вместе с чем-то. Нет, вообще, по идее, должны бы показывать, нет? Разве не показывают, если ты кому-то деньги передаешь? Форд поставлен возле... Вот этот? Ну, он, наверное, его ставил, исходя из того, что я могу с моря высадить. Я тут, я же тут уже бегал. Когда я бегал, его еще не было, этого Форда. Он его поставил потом, когда я уже тут побегал. Показывает в истории сделок? Ну, раз не показывает, значит, он не давал деньги иракезу. Тогда откуда иракез апнул юнит, я не понимаю. Они вдвоем, значит, читер. Давайте еще иракеза глянем, кстати. Просто чувак вообще в два города сидит через волю без ничего. У него какая-то армия откуда-то есть. Как это вообще может быть? Вдуло, читерили. Ну, просто если иракез читерил, то он очень странно, как бы... Просто... Без развития. Ну, как бы показатели соответствуют его развитию. Великий ученый у него с библиотеки накапал. Не знаю, может он вообще деньги не... Я просто... Мы же просто не смотрели его деньги в течение партии. Может он реально накопил? На 130-й ход напал. Ну, давайте какой-нибудь 125-й загрузим. Ну, просто я смотрю на его развитие. И как он вот в технологиях так находится. 9 и 10 город. Он в пушке выходит. В то время, как я... Индустрия... То есть у него он, по идее, по техам-то не сильно отстает. Так, ну это он уже готовится нападать. Такое ощущение, что он просто их строил. Такое вот, мне так кажется. Он даже их, наверное, не апалл, их просто строил. То есть он без универов. Пошел сюда. Ну, ладно, там... Причем он... Ученого посадил у оси... А... Нацколледж вообще у него есть? Нету нацколледжа, да? Кайф. Блин. Посидел под засининку, исходя из того, что он обсерваторию сделает или что? А, здесь все-таки есть? А, точно, блин, есть нацик. Ну, тогда понятно, почему здесь... То есть... Как бы... Он понимает... У него логика действий вполне цивилизаторская, понимаете? То есть... Ну, то есть это надо понимать. Это заранее у него на... У него город у горы, в котором он построил нацколледж. Там посадил ученого. То есть это не какой-то нуб, понимаете, который ни хрена... Ну, я вообще не понимаю. Нет, я бы играл дальше, если бы Ирокез не начал голосовать еще за кельта. То есть цива заканчивается тогда, когда кто-то из игроков начинает просто помогать другому победить. Помогать победить другому. Цива должна быть сама за себя всегда. То есть здесь, когда мы воевали с кельтом, не было такого, что я какой-то офигительный лидер, да? И кельт меня стопит. Мы два с ним лидера. Ну, по моему скромному мнению. И Ирокез начинает вносить просто лишние эти... Ладно, он со мной воюет. Там, предположим, он пытается захватить под шумок город, когда со мной кельт. Это понятно. Но когда он начинает продвигать вещи, которые влияют глобально на игру и на победу одного из людей, то есть он в следующем продвинет еще религию кельта, получается. И он еще голоса получит. То есть он просто делает, чтобы он дипломатическую победу сделал. Я тоже не думаю, что они в тимплей были. Но мне кажется, что кельт здесь читер, потому что, посмотрев его развитие, как у него города выглядят, почему у него столько ГГш, то есть он реально, он не выполнял квесты ГГшек. Он им давал деньги, судя по всему. Куча просто денег им давал и сидел, играл через это. Возможно, кстати, Индонез сливнул, потому что это понял сразу и, типа, нахрен сидеть это все объяснять. Вот. Со стороны Ирокеза ничего не понятно. Что значит я на него напал? Он построил, взял честь. Я же на него напал не потому, что я его убить хотел, а он построил статую Зевса, взял генерала с чести и юниты расставил вокруг моего города. Я не знаю, рессора от КамАЗа, где ты был в этот момент. Мы просто ему не дали напасть на меня, как это. С четырех сторон на меня нападение готовилось. Если бы я за шесть часов, за шесть часов до нападения не напал на Ирокеза, он напал бы на меня. Ну, тут как бы очевидно было. И я с ним замирился. Он мне предложил мир. Я с ним замирился, потому что, ну, хотел оставить человека в игре. Я мог спокойно его в тот момент забирать вообще. Я бы его забрал, и мы бы дальше сидели и играли дуэльку Кельта. Нет, не видно, к сожалению, дают деньги или нет. И это не посмотреть, когда рисуют все деньги, не посмотреть в этом, в истории игры потом. К сожалению. Я просто ориентируюсь на его развитие городов. Оно не выглядит... Вы понимаете, вы посмотрите, сколько у него армии, сколько, значит, у него денег, чтобы ГГшкам давать. При том, что я построил Мачу-Пикчу. То есть Мачу-Пикчу это самое золотоносное чудо. Оно больше всего дает. Тем более, что у меня еще четыре города. То есть здесь, ну, я просто не понимаю, и города у него непроизводственные. Я не вижу, откуда он мог иметь больше армии, больше денег, чтобы союзить ГГшки. И больше... Ну, счастья, предположим, там с ГГшек, но 152 счастья какое-то, что-то нереальное. Вот. Поэтому это выглядит странно. Но, к сожалению, в пятерке это никак не доказать и не проявить. Вот было, я вам видео делал, показывал. Там вообще чувак не палять, просто нарисовал количество производства в городах. Просто хопа. В восемь раз у него все увеличилось. Ладно, пришел. Так, на этом я запись видео остановлю пока.